Я читаю из Евангелия от Луки, 13 главы, 6 стиха. Евангелия от Луки, 13 глава, 6 стиха. И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставьте ее, и на этот год, пока я окопаю ее, я обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Как-то незаметно, тихо, довольно в комфортных условиях мы перебрались с вами в Новый год. Готовились к этому событию. Оно казалось для нас важным, особенным, значимым. И что-то мы все хотели бы, что-то хотим, ожидаем чего-то от Нового года, который наступил. Я хотел бы обратить внимание на то, что происходило с евреями, когда они шли в обетованную землю. Всякое у них было по их пути, по долгому, продолжительному пути. У них случались разные обстоятельства. Какие-то были благоприятные обстоятельства, какие-то сложные были. В сложных обстоятельствах не всегда народ выдерживал правильные позиции духовные, роптал на Бога своего, вел себя далеко не самым лучшим образом. И в одночасье, когда Моисей долго общался с Богом своим, им подумалось, что с Моим Сеем неизвестно, что произошло, они тяжко согрешили перед Богом, сделав себе идола, и начали поклоняться Ему. И для Господа это было весьма огорчительным. Конечно, это обстоятельство было очень болезненным для всего народа, пережить все то, что произошло. И Бог сказал Моисею, вот чего достоин этот народ, что он достоин уничтожения. И Моисей в этом разговоре с Богом убедил Бога в том, чтобы Бог сохранил этот народ, и чтобы Бог пошел сам, потому что Бог говорит, я пошлю ангела своего, пусть он ведет вас дальше. И вот там Моисей сказал интересную фразу, если ты не пойдешь, то и не выводи нас отсюда. Я вот, когда думаю над этими словами, обращаю внимание на то, как этот человек Бога хорошо понимал, как он понимал, насколько важно, чтобы сам Господь был присутствующим в личной жизни. И Господь, конечно, знает, насколько для нас, людей, необходимо его присутствие и его участие во всех обстоятельствах при нашем пути. И вот Господь наш милосердный садил так, что он сам, сам с народом своим находится. И для нас это великое счастье, для верующих людей, для тех, которые вступили с Богом в завет, для тех, кто идут с Ним по жизни. Много страхов есть и будет вокруг еще больше, чем есть. Но если мы со Христом, если мы с Богом нашим, если Он идет с нами по жизни, придем в обетованную землю, придем к цели своего назначения, пусть бушуют вокруг волны, пусть бушует море. Мы к цели придем, если будем с Богом. И вот здесь обозначается вот эта главная идея нашего путешествия по жизни, главная цель, которой нам следует держать. всегда с Богом быть в абсолютной связи, с Ним в самом тесном общении, налаживать с Ним отношения, если происходят какие-то сбои, и держаться за Него. Это надежно, это перспективно, это радостно, это обязательно обозначится светлым будущим, которое человечество мечтало, иметь здесь на земле. Оно будет в вечности. Господь его даст увидеть всем, боящимся его. Я хотел бы обратить внимание на притчу, которую привел Христос, которую часто читают в новогодние дни. И я хотел бы обратить внимание на один аспект, который видится в этой притче. Я думаю, мы все ее запомнили, мы читали, что вот имел кто-то в своем винограднике посаженную смоковницу, она плода не приносила. Господин третий раз, третий год приходит искать плода и не находит. И говорит виноградарю сруби ее, на что она и землю занимает. Я хотел бы обратить внимание на такую мысль. Все создал Бог, всю Вселенную, все мироздание и в этой всей Вселенной, землю нашу и каждого из нас. Все, что Бог созидает, он для какой-то определенной цели. Бог все делает целесообразно, осмысленно. Все творение Его величественно отражает величие самого Бога. И видна непостижимость Творца нашего во всем многообразии того, что Бог творит. Вместе с тем мы можем наблюдать такие процессы, что Бог не соглашается с тем, когда цели Он не достигает, не соответствует что-то Его цели. Он устраняет эти обстоятельства или людей, или обстоятельства. Ну, и, наверное, иначе быть не может. Я хотелось бы немножко проговорить эту мысль. Ну, представьте себе, солнце, да, оно светит, горит. Мы считаем, что оно нам крайне необходимо, оно так и есть. есть луна, которая тоже свою функцию выполняет. Ну, можем ли мы себе представить, что солнцу не захотелось крутиться так, как Бог ему повелел, оно в другую сторону пошло. Ну, мы не можем даже считать, допускать для себя, что это возможно, угодно, в том числе и с луной. Все, что Богом назначено, чему, как двигаться, то будет двигаться до тех пор, пока это будет угодно Богу. Как будто бы в этом правиле, во всем этом, созданном Богом, есть какое-то исключение. И иногда кажется, что этим исключением является человек, которому Бог дал свободную волю, правила, возможности выбора своих путей, возможность двигаться в ту сторону, в какую мне человек не хочет. но вместе с тем, это действительно Богом допущено так, чтобы мы определились в своих целях, в своих намерениях, определились в пути своем, в том, что нам приемлемо, к чему мы хотим прийти в конечном итоге. Но нужно, наверное, всегда иметь в виду и то, что Бог всегда устраняет то, что не соответствует его целям. Вот Бог создал первый мир, семейство Ноя спаслось, а где все остальные делись? Потому что развратились люди, пошли своим путем, по жизни, пошли так, как это было Богу не угодно, что угодно было Богу, что не угодно было людям, хорошо известно, когда они пошли вопреки всему тому, что было угодно Богу. Бог сказал свое слово, сделал свое дело и устранил все то, что Богу было неприемлемо. Мы с вами заговорили за Моисея, вот народ израильский идет в обетованную землю, идет, идет до тех пор, пока не пришел к такой точке, когда Бог хотел уничтожить весь этот народ. Бог хотел его уничтожить, потому что развратились люди, повели себя вопреки всему тому, что Бог им говорил. И вот тогда Бог начал ходатайствовать за этот, Моисей начал ходатайствовать перед Богом за народ, что если так, то и меня, Моисей говорит, устрани, вычеркни из книги жизни. И вот тут мне хотелось бы обратить внимание, что Бог совершил свой суд определенный. Он услышал Моисея, да Бог дальше пошел с этим народом. В конце концов, история говорит о том, что народ пришел к цели своего назначения. Он вошел в эту обетованную землю не после всех трудностей, после всех болезней. И это было трудное путешествие. 40 лет народ путешествовал по пустыне, и как Иуда пишет в своем послании, а не веровавших погубил. Поэтому мы странствуем, мы идем по жизни. У нас есть какое-то направление движения. Будем всегда помнить о том, что это не за путь, который мы идем. Он для каждого из нас имеет свою ответственность. Мы все пошли путем веры, мы все пошли путем упования на Бога нашего, доверия Святому Слову, которое Господь для нас оставил. И вот истина такова, что те люди, которые вышли из Египта, боеспособные, все они в обетованную землю не вошли, потому что Господь определил им такой приговор. По их поведению не вошли в обетованную землю. И псалмопевец пишет, что Бог погубил их не в суете, и лета их в смятении. В течение сорока лет это была не жизнь, а суета и смятение, концом которого был уход из жизни, так мягко говоря. И вот здесь мы можем видеть окружающую жизнь, из чего она состоит. Я вот смотрю на эту жизнь, и кажется, что она из этих двух показателей и складывается у людей, которые Бога не знают. И суета, и смятение. Не приближаясь к Богу, люди гибнут, просто гибнут во всем том суетном, с чем они сталкиваются. И пишет в другом месте псаломпевицы, когда он убивал их, они искали лица его. Поэтому в книге Псалтирь есть еще один стих, который говорит, побуждает людей, ищите лица его всегда. И этим поиском лица ему мы должны постоянно быть озабочены и всегда искать общение с Богом нашим, потому что он, и только он, необходим нам по жизни. Этот перечень можно, конечно, действий Божьих продолжать. Уже если перейти в Новый Завет, был храм сложен, да, и Господь, когда ученики спрашивали о днях последних, Христос указал, в частности, на храме, сказал, что не останется на нем камня на камне. Когда храм не теряет свое назначение, когда он перестает служить Божьим целен, Господь устраняет его. Не нужно ему то, что не приносит славу Богу. Христос был в этом храме, видел, что там происходит, и такое грозное слово он сказал, указывая на перспективу. Когда Христос начал свое служение перед Ним, Иоанн Хреститель начал готовить путь Христу и говорил о том своем служении, что всякое дерево, которое не приносит плод, срубают и бросают в огонь, если оно не соответствует тому, для чего Бог его посадил, значит, оно будет уничтожено, будет срублено. И так во всем, абсолютно во всем. Я это говорю к тому, что Христос сказал когда-то и такие слова незадолго до своих крестных страданий. Сказал Он, что Я поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Для этой цели Бог определил святых своих, которые проходят этот земной путь, чтобы вы шли и приносили плод. И интересное такое обстоятельство следует тут же отметить тоже по этой теме. Всякую ветвь, которая не приносит плода, он отсекает, чтобы лоза более принесла плода. Всякую ветвь, которая не приносит плода, он отсекает. Это настораживает нас должно и обращать наше внимание на то, что с нами происходит. Мы проходим наш жизненный путь, каким он является, насколько он плодоносным, насколько он соответствует тому, что Господь ожидает от нас через свое слово сказанное. это делает Господь для того, чтобы каждый из нас не прожил жизнь легкомысленно, чтобы принес тот плод, который Господь от нас ожидает. Это задача наша. Господь нас вел в этот год. В этой притче Христос сказал о том, что вот Господин три года приходит и нет плода. И приговор говорит виноградарю, сруби ее. В конце концов, если не соответствует своему назначению, если не приносит тот плод, который Господин ожидает, что делать? Устранить надо это дерево, пусть на нем растет то, которое плод приносит. Все это меня мобилизует к тому, чтобы думать над тем, что со мной происходит, что я приношу, насколько то, что я приношу, оно соответствует Божьим целям, потому что сам Господь вот то, что творит, он собственно великой ценой творит вот то, что творит. Он сотворил человека, сотворил человека, человек не стал выполнять слово, которое Бог сказал, когда Бог сотворил его, впустил грех в свою жизнь. Этот грех разошелся по всем людям, по всему белому свету, во все человечество, и Господь со грехом никак не может быть совместимым. И как его устранить? И для того, чтобы устранить тот грех, который присутствует в человечестве, насколько все серьезно, я хочу обратить внимание, что Бог отдал Сына Своего Единородного. И написано в послании к евреям, что Христос пришел сюда для уничтожения греха жертвою своей. Вот то, что не его, то, что не входило в планы, чтобы грех присутствовал в вечности, в вечном пребывании святых, убрать его необходимо, устранить его необходимо. И Господь такую великую цену отдал для того, чтобы освободить от греха, от всего греховного каждого человека, которого Господь хочет вести царствие свое. Он всех хочет вести, но не каждый человек хочет освободиться от своих грехов, поэтому проблемы вырастают. И поэтому все Писание полно призывов к тому, чтобы освободился человек от грехов. И это освобождение от грехов может пройти только одним путем, когда человек ко Христу придет, исповедует свою греховную жизнь, покается перед Богом, тогда Господь снимает с человека его греховные одежды и одевает в одежды праведности, в одежды чистоты, святости. Это Бог хочет сделать, потому что Его цель привести всех своих детей в обетованное место, которое Господь обещал в Слове Своем. И через свое учение мы знаем, что все мы приближаемся к вечности, точно приближаемся. Вот проходящие годы говорят о том, что мы движемся куда-то, ночью, когда мы с вами перед встречей Нового года слушали слово, Сергей Викторович говорил, что время летит, оно непостижимо, оно действительно летит, и оно же куда-то нас привезет, куда-то доставит нас, и мы в этом времени должны найти себя, должны определить свои пути, свои цели, свое назначение, выровнять свое духовное состояние перед Богом, с Ним его выровнять можно, потому что сами по себе мы можем только прийти и покаяться перед Богом, но потом вооружиться этим словом, в союзе со Христом двигаться по жизни дальше. Итак, друзья, дорогие, вот еще раз хочу обратиться к этой притче, которая говорит о том, что все, что говорит Господь, все, что делает Господь, Он контролирует рост, контролирует результаты, какие происходят, и все, что не приносит плоды добрые, Он устраняет, устраняет. И поэтому, если что-то болезненное приходит в нашей жизни, оно часто приходит к тому или другому, может быть, это то, что делает Господь, когда отсекает ветвь, не приносящую плода. Он делает это с доброй, благой целью, чтобы мы стали плодоносными. Для этого, к сожалению, часто приходится переносить боль. Мы не хотим ее, нам хотелось бы, чтобы все было легко и просто. Все могло бы так и быть, если бы легко и просто, мы бы плоды приносили, жили бы так, как Бог хочет. А Он нас направляет вот таким болезненным способом. И еще раз хочу сказать, вот все, что нам предстоит пройти в этом году. Оно скрыто от нас, слава Богу, что скрыто. Но то, что видно нам, куда смотреть нужно, это, как написано, позвожу очи моих горам, откуда придет помощь моя, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Что мы из себя представляем? Немножко знаем мы, все знает Господь. И дай Боже каждому из нас жить с хорошим результатом, приносить добрые плоды, чтобы тот приговор, который когда-то в притче произнес Господин, он не имел к нам отношения, чтобы мы выбирали лимит того времени, который Бог нам определил, могли бы прийти с какими-то добрыми плодами. И как в другой притче Христос сказал, вот твой талант, который ты дал, вот я на него приобрел еще другие таланты, в одном случае пять, в другом два. Дай Боже нам так продуктивно использовать время, которое нам еще какой-то Господь отмерил. И будем помнить всегда, что с Ним и только с Ним возможны хорошие результаты. Пусть Господь поможет каждому из нас за Него держаться. Аминь. Давайте мы помолимся с вами, дорогие друзья. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас. Благодаря за просмотр! Спасибо за субтитры! Продолжение следует...